Если можно, мне интересно было бы про кармические узлы, вы упомянули про это в своем курсе. Про жизнь после смерти, как узнать, что мы их развязали. Да, на самом деле, тоже, когда в свободном доступе сделала курс по душе после физической смерти, тоже как-то и курс трактата Пимандер, не так много людей посмотрела, несмотря на то, что, в принципе, курсы, на самом деле, они очень классные. Не потому что они мои, а потому что в них знания, тем более эти знания не мои, знания Платона. Но в любом случае, они для тех людей, которые действительно хотят разобраться в себе, что-то узнать, как мы устроены, понять, как мы живем в этом мире. И не знаю, когда я их переводила, создавала, я вот прям получала так много инсайтов. И именно поэтому, давайте еще расскажу, по себе людей не сузят. Но вот у меня все время такое желание, что вот если мне это интересно, наверное, другим будет интересно, но я всегда ошибаюсь. Так вот, отвечая на ваш вопрос, кармические узлы. Что такое кармические узлы? Это, как я это понимаю, да? Кармические узлы – это неотработанный урок при взаимодействии с другим человеком. Как правило, у нас кармические узлы с людьми происходят. То есть, например, встретились два человека, у них задача была обменяться определенной информацией, либо каким-либо уроком. Но случилось так, что либо один был неосознанно, либо оба неосознанные, да, на примере личных взаимоотношений. Ну, не сложились у них отношения. Почему? Потому что, возможно, один человек был достаточно эгоистичен, у другого человека, наоборот, не хватило энергии понять и разобраться, что эти люди, они встретились для того, чтобы проработать уроки друг друга. Например, один должен был, вот, например, в контексте доверия, да, то есть встретили два человека, у них общая задача была создать семью. Но из-за того, что один человек неправильно, опять-таки в кавычках, неправильно выбирает себе партнеров, да, то есть опирается на какие-то свои травмы, а не на то, чтобы как-то вот быть счастливым. А другой человек по своей натуре, например, отшельник, а у него задача такая, что он должен создать семью. И устроились два этих человека. То есть, по сути, один и другой. Они должны быть вместе для того, чтобы создать семью. Но у одного партнера он делает неправильный выбор, то есть выбирает не тех людей, у которых есть вот эта вот партность внутренняя, да, либо люди, которые склонны как раз-таки к семейности, да, он выбирает вот каких-то таких отшельников. И вот этот в кавычках неправильный выбор, он заставляет как будто бы как-то вот влияет на человека таким образом, что вот если я тебя выбор, да, вот я с тобой хочу создать пару. А другой человек, у него тоже есть программа партности, да, тоже создание семьи, но он по натуре, например, отшельник, либо человек, который любит какое-то свое пространство, либо у него был какой-то болезненный опыт, там, я не знаю, развод. И человек вот, ну, любит жить в одиночку. И из-за того, что у него есть вот этот вот страх непроработанный, да, тоже, там, недоверие, предательство и так далее, он принял решение, что я буду там жить один. И вот встретились эти два человека. И как ни крути, ни верти, у них не получается создать пару, да, то есть они вроде бы, как получается, их сводят силы, они вроде бы проводят какое-то время вместе, им хорошо. Потом получается так, что они обменялись на какое-то время энергиями, да, и их разводят для того, чтобы они начали самостоятельно прорабатывать свои уроки. Ну, то есть задумались, да, почему так получается, там, я не знаю, что я могу в себе исправить. Но если люди не готовы и неосознаны, либо хотя бы один из партнеров неосознанный, то получается так, что у них произошла-то завязка, да, они урок должны были отработать, но они его не отрабатывают, потому что проявляется эго у одного человека, он говорит, вот мне нравится быть одному, да, но не хочу я вашу семью, уже в небо было, больше я ее не хочу. Но программа не выполнена, да, то есть эти люди не встретились, у них появился вот этот вот узел. Все, как получается, их вроде бы и разводят, либо они сами ругаются, ссорятся, уходят, но понимают, что вот даже в новых отношениях, куда они идут, их все равно тянет, тянет назад. И получается, что и в новых отношениях они никак не могут быть счастливыми, и вместе, то есть не порознь и не вместе. И так периодически, да, так может быть всю жизнь, например, да, они вместе или там порознь, и никак не получается. Вот это как раз к ним завязался узел в этом воплощении. Если они смогли, осознали, поработали вместе, то есть пришла у них осознанность, да, то есть, ну, как минимум элементарно они сели вместе и стали говорить о том, что, ну, блин, как-то что-то нехорошо у нас получается, да, вроде бы мы и вместе не можем быть. И порознь, когда мы как-то расходимся, и я что-то тебя вспоминаю, и тебе как-то грустно, да, и вот в других отношениях как-то не могу раскрыться. Вот если люди сядут и начнут общаться, да, и говорить, либо, я не знаю, с помощью психолога, да, там, например, семейного психолога, чтобы создать семью. Но для того, чтобы создать семью, они должны проработать вот эти вот травмы друг друга. У одной травма то, что она выбирает то, что ей не подходит, да, то есть, например, ей подходят такие люди достаточно серьезные, семейные, вот, а она выбирает такие яркие личности, да, либо, там, не знаю, молчаливые люди, либо эгоцентричные, да, либо люди, которые вообще не хотят семьи, либо люди, которые любвеобильные. Почему она их выбирает? Потому что нету, ей кажется, да, что вот, ну, женщине в паре, ну, либо это мужчина, не знаю, ну, ни в чем женщина идет, что если она выберет, например, такого серьезного для себя партнера, то ей будет скучно, то есть, она выйдет замуж, и брак, он будет такой скучный, он распадется. И здесь тогда надо разбираться, какая психологическая травма у этой дамы, да. То есть, почему она всего выбирает таких ярких личностей, которые, ну, изначально они не подходят для брака, причем самое интересное, если бы она их просто выбирала для, ну, для свободных каких-то отношений, для развлечений, это одно. Но она же их выбирает для того, чтобы создать семью. Они изначально друг другу не подходят. Либо другой человек, да, партнер, то есть разобраться, а у него какие проблемы, да, почему он не идет в партнерство, хотя в душе человек мечтает о том, чтобы создать семью, о том, чтобы вот как-то сблизиться. И если они разберутся, да, со своими травмами, и он, и она, то велика вероятность, да, что они создадут семью, и, в принципе, они выполнят задачу. Если они не выполняют задачу, то эта задача переходит в следующее воплощение. Теперь вопрос был, да, как понять, как узнать, что, например, узел развязался. Как правило, когда мы отрабатываем какой-то урок с человеком, то расставание происходит естественным путем, очень мягко, с благодарностью. То есть благодарность не в контексте того, что я тебе благодарен, потому что я вот получил такой-такой урок. Нет, а это, знаете, как, например, семейная пара, да, ну, прожили вместе там, например, лет 15-20, да, ну, и урок, в принципе, выполнили. И вот приходит он с работы, сидит на диванчике, рядом она к нему тоже подсаживается, да, его жена, они смотрят друг на друга, и оба понимают, что, ну, нам уже вместе неинтересно, но при этом мы, не происходят ссоры. Я не понимаю, что, ну, давай мы лучше расстанемся. Причем, знаете, вот расстанемся в дружеском таком настроении, да, то есть, как правило, эти люди могут и дальше продолжать как-то общаться в дружеском таком, не знаю, контексте. То есть их вроде бы и не держат уже ничего вместе, но при этом они просто поддерживают такие человеческие отношения, то есть нету обиды. Урок завершен тогда, когда у человека нету в идеале вообще никаких эмоций по отношению к другому человеку, ни позитивных, ни негативных. А позитивное может быть только вот одно качество, ну, благодарности, да, за то, что вот я прошел те уроки, которые мы с тобой прошли. Вот, если есть какие-то эмоции, да, позитивные, там, негативные, помимо благодарности, то это говорит о том, что урок не завершен. Вот, и вы будете даже, может быть, так, что вот в этом воплощении разойдете, да, а в следующем вы продолжите. Именно по этой причине очень часто, когда встречаешься с человеком, возникает такое ощущение, что я тебя уже знаю. И вот это вот узнавание, да, человека, оно как раз-таки идет из прошлых, из прошлых воплощений, да, то есть, как правило, мы друг другу являемся должниками. И вот пока этот цикл не разорвешь, разорвешь с точки зрения, ну, не завершишь, то есть в этом соединении был какой-то урок, да, например, там, я не знаю, причем это могут быть уроки не только по отношению к кому-то, да, это могут быть уроки по отношению к самому себе. Например, если человек кончает жизнь самоубийством, то велика вероятность, что, например, в следующем своем воплощении, да, этот ребенок может попасть в детский дом, да, то есть родиться без, ну, условно говоря, без родителей и, ну, без отца и мать, например, общество, да, то есть социум, в детский дом попал. Ну, то есть здесь до тех пор, пока осознает свою ошибку, да, научится ценить себя. То есть уроки могут быть разные. Наверное, вам ответим.